У него за отношения с Летисей? Ну так удивись еще больше. Он ее... Отец. Нет, нет, подожди. Я кого-то забыл. Высокого парня с лысеющей головой и голубыми глазами. Он стоял с ней у ее дома, я не знаю, кто он. Разве это так важно? Ты что, ревнуешь? Это просто для справки. Хорошо. Но ты же говорил, что все кончено. Если ты решил жениться на моей сестре, тебя не должно интересовать, есть ли у Марии Эмилии мужчина или нет. Если бы он был один. Какая разница, сколько? Ладно. Однажды я слышал, как ты орал, что не потерпишь, чтобы у Марии Эмилии был другой мужчина. Наверное, я был пьян. В ближайшем будущем я женюсь. Естественно, что Мария Эмилия тоже когда-нибудь должна выйти замуж. Да, да, я думаю, что однажды она снова влюбится и выйдет замуж за одного из этих мужчин или за другого, я не знаю. Я надеюсь, что когда настанет этот день, мне будет все равно. Доктор велел тебе придерживаться диеты. Он тебе говорил, что тебе нужно кушать больше яиц, пить молоко. Он сказал сдать некоторые анализы. Хинероса, он думает, что у меня немея. Ну, конечно. Ведь ты за последнее время пережила столько стрессов. Один за другим, дорогая. Ты ведь никогда о себе не думала, верно? Но теперь тебе не придется заботиться ни о своей бабушке, ни о Гуче, ни о Монике. Да, они все далеко. И все оставили тебя одну. Ну, так лучше. Никто из них ничего тебе не давал, верно? Это ты отдавала им свою жизнь. Да, теперь мне легче, Хинероса. Меньше переживаний, беспокойства. Бабушка умерла. А брат и сестра выбрали свою судьбу. Плохую или хорошую, я не могу ее изменить. Теперь я должна думать о себе. Я буду думать, как получить высокую зарплату и отложить немного денег. Как только я немного заработаю, открою счет в банке. Начну копить деньги. Хорошо, как здорово, что ты хочешь скопить немного денег, потому что может случиться все, что угодно. Но разве можно в наше время что-нибудь сэкономить? Послушай, Алекс, я действительно надеюсь, что тебе все равно, устроит ли Мария и Эмилия свою жизнь и с кем она это сделает. Я говорю, это из-за нее и из-за тебя. Зачем она приходила в больницу? Разве Мария и Эмилия больна? Господи, что с ней? Я должна купить колыбельку, вещи для ребенка, пока я поставлю колыбель в своей спальне. Но потом я подготовлю для ребенка комнату Хинероса. Я украшу ее разноцветными фигурками. А когда он подрастет, он будет спать там. Как это замечательно, дорогая. Но послушай, Эмилия, ты говоришь, как будто ты собираешься жить здесь всегда. Я уверена, что это не так, дорогая. Почему? Потому что, когда Алекандр Агир узнает, что ты ждешь ребенка, все изменится. Ты думаешь, что он промолчит и женится на этой женщине, когда узнает, что ты родишь ему ребенка? Ни в коем случае. Как только он узнает, он тут же разорвет свою помолвку и прибежит к тебе. Но он ничего не узнает. Как? Я не собираюсь ему говорить. Но ребенок, которого я собираюсь родить, будет только моим. Я хочу, чтобы ты купила мне костюм для свадьбы. Осталось так мало времени до того дня, который ты так ждала. Сынок, я так счастлива. Я так хотела, чтобы эта свадьба состоялась. Мы хотели порадовать тебя. Прошу прощения. Что такое, Энез? Приехал синьор Аспиноса. Фулио Сессер, скорее пригласи его. Здравствуйте. Как у вас дела? Как поживаете, Иоланда? Хорошо. Как поживаешь, Алехандро? Здравствуйте. Одиньте в кабинет. Хотите чего-нибудь выпить, синь? Кофе, пожалуйста. Хорошо. Я хочу с вами поговорить. Инесс? Да. Где Габи? У себя в комнате занимается. Скажи, чтобы она спустилась. Только не говори ей, что Хулио Сессер здесь. И сначала принеси кофе. И он собирается купить этот дом. Чтобы принять предосторожности против таких ситуаций, я посоветовал Иоланде не продавать свою долю. Если бы она это сделала, то, возможно, удалось бы избежать этого, безрассудного вложения денег. Меня удивляет то, что Франциско делает все, что просит эта женщина. Он должен быть очень зол на меня, потому что я мешаю его планам. Я не знаю, может, не согласиться? Нет, нет, ни в коем случае. Она всего лишь амбициозная девица, которая хочет его разорить. И вы должны этому помешать, Иоланда. Не только ради себя, но и ради своей дочери. Извини, что беспокоит, дорогая, но твоя мама хочет, чтобы ты спустилась. Зачем? Я не знаю, Габи. Это нужно прямо сейчас? Что-то срочное? Она хочет, чтобы ты спустилась. Я только закончу это. Через минуту. Хорошо. Без сахара. Спасибо. Я собираюсь делать так, как говорит Алекс. Следовать вашим советам. Доверьтесь мне, Иоланда. Я защищаю ваши интересы и интересы ваших детей. Кстати, я не приходил несколько дней из-за инцидента с девочкой. Я предпочел оставить привычку приходить сюда каждый день. Ведь это могло стать причиной... Сами понимаете. Мама! Габи! Заходи, дорогая, заходи. Сеньора Спиноса, моя дочь собирается извиниться перед вами. Но... Ну же? Скажи, что ты сожалеешь, Габи, и просишь прощения. Да, именно так и будет. Но, дорогая, ты не можешь скрывать это от Алекандра. Почему? Назови мне хоть одну причину. Но, Эми, этот человек – отец твоего ребенка. Отец, который собирается жениться на другой женщине, который обручен с другой. Но ведь это потому, что... Ну, что я должна делать? Пойти к нему и сказать, «Алехандро, ты не можешь жениться на Марсе. Ты должен жениться на мне, потому что я беременна». Эми, существуют другие способы. Какой бы способ я ни избрала, это было бы провокацией. Это значило бы заставить его сделать, что-то пользуясь... Нет, не говори так. Это не так. Он валялся на коленях, чтобы вымолить у тебя прощение и снова назначить день свадьбы. Это было давно. Давно? Это было всего неделю назад. Да, ровно неделю. Ему понадобилось всего неделя, чтобы меня забыть и обручиться с другой. Но он устал от того, что ты его постоянно отвергаешь. Что с тобой? Ты же сама мне говорила, что уничтожество и мерзавец. Послушай, деточка. Иногда говоришь некоторые вещи только для того, чтобы выпустить злость. Но то, что я говорю, и что ты собираешься делать совершенно разные вещи. Я не собираюсь мешать его планам. Я не собираюсь ему говорить. Он объявил о своей свадьбе, так что пусть женится. Послушай, ведь это не из-за гордости. Знаешь, Хенероса, если по какой-то причине он решил найти свое счастье и устроить его с другой женщиной, я не собираюсь ему мешать, не собираюсь заставлять его возвращаться ко мне. Но дело касается ребенка. Нет, нет, Хенероса. Я не собираюсь использовать ребенка как оружие. Но, Мария, миле, пойми. Эми, послушай, ты знаешь, что я была в отчаянии, что я хотела ему позвонить. Ты помнишь, что я тебе говорила? Но не теперь, когда я знаю, что беременна. И после того, как я увидела это объявление в газете... Нет, об этом не может быть речи. Послушай, Эми... Нет, Хенероса. Я не хочу заполучить его таким образом или заставлять его жениться на мне. Просто не хочу. Я не хочу. Нет.